Здарова, дорогой, ты чё пришёл? А, а то идёт, что это будет? Чё такое, чё ты? Коронавирус. А, коронавирус боишься? Ладно. А чё ты пришёл, расскажи? Да, я пришёл карту забыл. Какой карты? Это твои карты я купил 3090. Да, хорошая карта ты купил. Забираю себе, короче. А, ты убил, значит, кани маня. Да, да, вообще. Как? Я не отдаю ни хрена, не, а? Смотри, смотри, чё я тебе привёл. Ну-ка, давай. Вот товар без изъяна, надёжный, как пружина от дивана. Евги? Да. RTX 3090? Эх ты, эх ты, W3. Ну, подойми одну, посмотри хоть. Ну-ка. Ой, бля, всё, меняюсь. Ну, для пацанов дашь начать кетир? Да, да, да. Кетир? Да. Ну всё, ладно, жди тогда здесь, партнер. Мне дашь. Сейчас приду. Это MSI Supreme X RTX 3090. Раз, два, три. Вот одна коробка открытая. Карты пацан покупал в плеере. Где-то тут чек. Вот тут где-то чек. Ладно, там чек есть. Короче, он купил 4 карты за 880 тысяч, да? В феврале месяце. Я купил у него по 176 за карту. Вот она карта, я её уже подключил, поставил. Немножечко потестил. Давай посмотрим. Выглядит очень солидно, чтобы ты понимал. Вот он полит лежит. Вот она, гигагейминг 3080i. Это полит 3070i. Ну и понимаешь, насколько она здоровее вот этих двух гигантов, да? Эти гиганты даже как-то не смотрятся гигантами на фоне неё. Соответственно, что мы видим? Мы видим три огромнейших кулька. Причём кульки для поточного кейса очень будет удобно класть. Ну, не знаю, насколько надо 3090 класть в поточный кейс. Это как бы вопрос второй, потому что у неё сзади же ещё 12 чипов тоже есть. Но есть технологии. Я уже себе заказал такой кейс, поточный кейс для, ты понял мысль, для 3090. Через где-то неделю-две мне его доставят, я так понял. Давай по карте. По карте смотри, что мы видим. Огромнейшая, просто суперогромная решётка радиатора. Три коннектора шестипиновых. Вот такие вот зачётные кульки. У MSI всегда были классные кульки. Подсветка, ну подсветка нам нафиг не нужна. Мы же не геймеры, хотя геймеры бы сейчас, наверное, как следует растерялись. Итак, у нас с тобой сегодня обзор RTX MSI RTX 3090. Ты готов? Supreme X Cal вроде сказал. Погнали! Ты же любишь вот это, у меня всегда спрашивают. Солёный, а сколько же мёд? Сколько же? Вот сколько же мёд я тебе поставил. Смотри. Почти 126 мегахэш. Вот я тут начал запускать, тестировать разные варианты. Запустил я G-майнером версии точки 2.63. Обрати внимание на какие-то сумасшедших настройки. То есть PLH 330, MEM 3000, ядро 1570. То есть буду ли я так майнить? Конечно нет. Но ты любишь спрашивать, сколько может карты жать. Вот я тебе обновлю 125.7. Давай посмотрим, как в майнере она жмёт. 125.6, 125.6, 125.7. И ещё прибавляет. При этом мы с тобой, смотри, какое потребление имеем. 379 ватт, минус 33, получается 346 ватт кушает. И при таком наборе у нас с тобой получается вот такая математика. 125 мегахэш я сюда вписал, да? Ну давай 126 напишу. 346 ватт потребления, розетка 3 рубля. Делаю калькуляцию. Имеем 8 долларов 68 центов грязными. Или 260 долларов, вот это сказал. 260 долларов, вот что значит болезнь. 260 долларов в месяц грязными. Но при этом важно понимать, что это неправильная информация. Потому что через 2 дня у нас с тобой будет и 15.59, который порежет всё, что выше 2 эфиров. То есть 20% сразу профита пропадёт. И отсюда можно вычитать минимум 20%. Карта уже будет давать 200 баксов. Что может спасти нас как майнеров? Нас может спасти естественно только тот случай, если кефир в цене прибавит на 20%. То есть он будет не 2.500, а 3.000 долларов. Вот такая мысль. Сказал как бы, чтобы новички правильно поняли. Я-то знаю, что ты со мной давно и ты знаешь. А вот новички как бы это не понимают. Это очень важно. Получили потребление карты, да? Вычли тушку. И делим 346 ватт на 125 мегахэш. Ну 126, ладно, не цепляйся. Получается практически 2.8 ватта мы с тобой платим за 1 мегахэш. При этом карточку я купил до 176 тысяч рублей, которые надо разделить на 126 мегахэш. Это именно при такой математике. И получается, что стоимость мегахэша при таком наборе 1400 рублей. По возможности доунвольта карты. Смотри, PL305. Если я отдаю 300, уже начинаются мини-проблемы. Вызывается это в хэшах где-то 117. Если я отдаю 290, хэш падает где-то на 111. Почему он падает? Потому что получается не держится вот тут вот ядро. То есть ядро должно быть где-то 10.80 именно на этой карте. То есть если у других где-то 10.50 может подойдет. Здесь вот где-то вот так. Здесь 80, здесь 95. И тогда мы получается имеем с тобой 120 мегахэш. Ниже PL, не PL. Я пробовал на вот этом драйвере. Вот он, обрати внимание, 407 и 42.01. И я пробовал, то есть второй образ поставил. Оригинальная 3090, которая изначально была, на котором я ролик снимал. Самый первый. 455.45.01. Он мне понравился меньше, чем вот этот драйвер по итогу. Еще я пробовал 461 какой-то там. Тот тоже был вот неплохой. В общем, по итогу мы имеем, ты видишь, вот такое потребление. В общем, не имеет смысла это доунвольт, потому что у тебя получается здесь 2.76. И здесь же у тебя, ну, 2.77, понимаешь? И как бы смысл всего этого. Да, и при этом у тебя вырастает стоимость купленного мегахэша до 1460 рублей. Блин, заговариваюсь. Только в том случае имеет смысл. Если у тебя карта троттлится, не выдерживает, и тебе надо снизить на пругу. А так смысла нет особого. Ну что, давай стоковая 420 зададим, посмотрим, сколько она выдаст. Ну и получается, что в этом нету никакого смысла, потому что вот он PL420. Обрати внимание, наверху тебе потребление по термометру почти 400 ватт. А имеем 125.7 мегахэша. А знаешь почему? Все очень просто, потому что привязка у карты к ядру. А что это значит? Это значит, что на 1800 она майнит хуже, чем на 1570. Вот такая мысль получается. Получается, лишнее потребление совсем не обоснованное ни с какой точки зрения. По даггер хошимота его обосновать нельзя. Ну чего, пойдем посмотрим с тобой, сколько она по памяти греется в Индии. Будем заканчивать. Смотри, только что запустил G-Miner 263. Ядро 1650, память 108. Самая горячая на плате точка 75 градусов. 110 уже память. Память получается греется, но при этом ядро не хочет троттлиться. Давай попробуем прибавить кульков, чтобы посмотреть. Охладится ли за счет этого немножко память? Ну память-то, видишь, да, очень горячая, 108 градусов. Тут, по-моему, же микрон у нас, да, на всех 30-90, если я не ошибаюсь. Да, да, посмотрим. Да, вот он микрон. Смотри, я прибавил кульков ей, и что случилось? Что случилось? Ничего не случилось. Память 110 градусов тут. 110 градусов тут. При этом она не троттлит. Ты видишь, 110. Она держит, не сбрасывает частоту. Можем еще вот так повалим сделать, например, на 90. Смотреть, упадет ли температура. Да, понемножку стало падать. Видишь, 2 градуса сбросило. Я не знаю, это вообще нормально 110 градусов для памяти? Ты мне скажи. Или прокладки надо менять? Не, 108 как вкопанное. Ну давай кульков прибавлю. Вот, видишь, кулера 100%. Температура памяти все равно 108. Единственное, что можно вот здесь еще понизить. Чуть ПЛ попробовать. Где-то до 82 попробую, не знаю. Не знаю, 108 память все равно. То есть я уже понизил ПЛ, видишь? Все равно 108. Вот смотри, понизил, стало 106. Все равно много, я не знаю. Джимайнер пишет 106 желтым. Почему не красным? По мне все, что больше там 90, это уже красное. Ну, ты что думаешь, напиши тоже, мне интересно. Давай еще вот так понизим, я не знаю, на 72. Ну вот на 104 упало, но я думаю, это много, не знаю. Давай 60 делаю, Павлин. 62. Оп, все. Ядро, видишь, упало. Не хватает, вздохнулось. Сейчас температура памяти упадет, но и мега-хаж у нас с тобой тоже как следует упадет. Да, уже 110, вот температура стала комфортная, 94. Я считаю, что надо поменять прокладки. Если да, если ты тоже так считаешь, напиши, какие поставить, чтобы понимать. Собственно, я тебе обещал рассказать, почему я купил эти видеокарт. Как ты знаешь, месяц назад я продал 19 карт по 25 тысяч на 375 тысяч рублей. На 475 тысяч рублей, прости. Положил стейкаться, они там постейкались немножко суммарно, я снял 500 тысяч рублей. Эти три карточки, вот они, MSI, Supreme X, вот средняя цена, которая была, когда мы там снимали ролики, чтобы, ты знаешь, там некоторые наговаривают тебя. В тот момент времени, где-то в мае, в июне, в апреле, да, цена была 330, 330, 316 тысяч рублей. Потом в августе пишут 225, ну как бы 225 я купил за 176. Почему нет, скажи. То есть средний чек, ты видишь, как следует, упал. И мои старые карты, которые давали приблизительно суммарно 400, там, ну 410 мегахэш, пускай, да, было их 19 штук. И была целая комната, понимаешь. А здесь как бы три вот такие видеокарты. При этом пришлось заплатить 30 тысяч рублей, и карточки практически новые. Вот, вот, собственно, почему я их купил. Напиши, что ты думаешь по данному поводу. Мне очень интересно. Да, и, кстати, я остаюсь на том же мнении, что карты продолжат падать из-за событий, которые произойдут у нас 5 августа. То есть послезавтра, да. Спасибо тебе огромное, что за 123 тысячи. Я не знаю, как выразить тебе, найти правильные слова благодарности. Особенно я сейчас болею, ты понимаешь мысль. Но я хочу сказать тебе, что ты красавчик. Дай бог тебе, твоим близким, супруге, детям, да, там, всего, чего вы себе желаете, чтобы это обязательно исполнилось. А также здоровье, понимание, витка по 100 тысяч и кефира по пятерке, чтобы у нас профит не упал, и видюхи дальше продолжили расти в цене. Хотя зачем нам, чтобы они росли в цене, скажи. Лучше пускай они падают, я так думаю, чтобы была возможность покупать и майнить. А у меня на сегодня все, подписывайтесь обязательно в инстаграм, телеграм, на ютуб, в твиттер. Я всегда везде рад тебя видеть, всего доброго, пока-пока тебе.